В Тюмени девятибальные снежные пробки. Особенно сложная дорожная ситуация была утром в центре города и районах мостов. Виной всему снег, который выпал за последние часы в огромных количествах. И сейчас за обстановкой в городе наблюдает мой коллега Алексей Козлов. Алексей, какова сейчас ситуация на дорогах? Да, добрый день, Дмитрий. И основной пик, когда движение на улицах практически остановилось, пришелся приблизительно на 8 утра, когда люди выехали на работу. На данный момент в Тюмени произошло уже почти два десятка ДТП с материальным ущербом. Ущербом это также осложняет движение. И при этом в городе работает более 530 единиц техники. И задача расчистить снег на главных улицах. Отметил, что из-за положительной температуры снег липкий и сильно затрудняет движение. Машины в нем вязнут. Мы пообщались с главным инженером дорожного конституционного управления. Григорий Николаевич, когда утром водители выехали на работу, они столкнулись со снегом. И в социальных сетях начали обсуждать то, что снег вообще не убирался. Как было дело на самом деле? Ну, я хочу сказать о том, что погода будет изменена и будет обильное выпадание снега. Мы информацию знали, поэтому было произведено усиление подметальной техники в ночное время. Это как по уличной дорожной сети, так же по тротуарам. Но в связи с тем, что основная масса снега начала выпадать к утру, естественно, мы не успели в максимальном количестве охватить все улицы. Но в первую очередь отработали это центральная улица, это улица Ленина, улица Республики. То есть там, где большое скопление автотранспорта, прошли путепроводы. Но, естественно, не в таком качественном виде, потому что снег продолжал выпадать практически до 9-10 часов. Но то, что мы смогли сделать, это в первую очередь исключить образование гололеда на проезжей части, потому что было проработано при подметании противогололедным материалом. В день производим дальнейшую очистку приезжей части. Сгребаем этот снег, который на приезжей части в результате смешивания с солью образовался. Мы его сметаем к бордюрам. Естественно, и уже... Григорий Николаевич, спасибо вам. Я добавлю, что в Тюмени считается... Ноябрь в Тюмени считается наиболее сухим месяцем. И за 30 дней обычно выпадает около 34 миллиметров осадка. Вся эта норма выпала, и основной пик пришелся на последние дни и на минувшую ночь. Сегодня также ожидается снегопад, и возможно, что во второй половине дня он превратится в дождь. И мы продолжим наблюдать за развитием ситуации. Дмитрий. Спасибо, Алексей. Ну, а я добавлю, если вы собираетесь сесть за руль своего автомобиля, будьте предельно осторожны и соблюдайте все правила дорожного движения.